здравствуйте друзья сегодня о том что меня волнует и чем сейчас наша команда занята о гуманитарных знаниях что такое гуманитарные знания фактически это возможность ориентироваться в мире в смысле происходящего возможность понимать что с нами происходит для чего нам нужны те или иные реформы для чего нам нужны те или иные инновации вот федор михайлович достоевский в одной из своих записанных книжек записывал сейчас процитирую глупое письмо студента об отделении юридического и медицинского факультета от филологического почему глупая потому что юристы и медики лишь специальности а в специальностях нет духа науки в высшем смысле образования культуры вы хотите специальностью необразованного делать человека виват будущий чиновник пишет федор михайлович вроде как тема то важная но при этом я вижу людей которые месяцы своей жизни очень плотно очень внимательно тратят на получение специальности надежде получить оплачиваемую работу или даже повысить свою квалификацию как бизнесмен иногда как предприниматель с тем чтобы снова внимание увеличить свой денежный поток те особенно сознательные личности которые сфокусированы не столько на денежном потоке сколько на пользе которую принесут людям все равно в поисках этой пользы и в желании ее принести создавая более качественный продукт за меньшую стоимость забывают что практика гуманитарная ложится в основу является фундаментом ну вот всего того что мы говорим когда говорим о сознании когда говорим о мышлении когда мы говорим об интеллекте мышление в том числе дизайн мышления о осознании но я не буду говорить сейчас о том что практикуют например йоги или например дзен мастера но как минимум сознание это способность работать с тем большим количеством информации которые вас входят потому что фильтровать это к сожалению очень сложно входить она все равно будет то есть окажется вашей памяти вот как вы будете оттуда вынимать как вы систематизируете и сможете ли вы очиститься для того чтобы быть не экологичным человеком для того чтобы решение принимать не стереотипные даже если вам кажется что это уникальное в общем это все возможно только если вы расширяете расширяете свои гуманитарные познания буквально практикуете философию буквально правильно занимаетесь ресерчингом поиском определенной информации на заданную тему правильно ее раскладываете по полкам по полкам в компьютере в записной книге мы в итоге в голове это письменные практики насколько вы четко подводите итоги так называемые самарайс каждого разговора своего дня недели своей жизни это все про практику и практику ежедневно снова если вы этого не делаете а откладываете на потом я потом буду изучать мировую литературу учиться читать книги художественные книги я потом буду изучать язык чтобы в оригинале прочитать великие произведения мировой литературы я потом буду изучать историю культуры той или иной страны на который на рынок который вы будете свой новый продукт или хотите вывести и с желанием привести пользу особенно меня удивляют предприниматели удивительные умные очень активные люди с хорошими крепкими командами с опытом люди которые уделяют очень небольшое количество времени развитию своих гуманитарных знаний и исследованию той культуры тех людей культуры коммуникации например визуальной коммуникации письменной коммуникации идиоматические выражения присутствующие в языке школьная программа какая была у людей которые завтра будут покупать ваш продукт это все возможно если вы выделите для этого время ну несколько часов каждый день это в идеале это все про планирование это очень помогает работать с цифрами и это точно про настройку так называемого математического ума потому что гуманитарные знания это развитие в принципе всей сети нейронов которые есть в вашем мозгу а значит у вас автоматически развивается память очень цепкий ум и логика при том планирование например бизнеса который вы делаете логика становится совсем иной качество ее улучшается внимательность ваша повышается поэтому друзья мои обратите внимание не на то чтобы изучать например мануалы как вывести продукт скажем на европейский рынок сейчас это многих волнует не мануалы непоследовательность шагов в эти шаги как правило не вписано практикуйте философию или изучайте мировую литературу или читайте английскую поэзию делайте это сами но это мое обращение к украинцам потому что мы живем работаем именно в этой стране второй момент расширение сознания то что происходит в частности я общался с нидерландцами общался с британцами вот недавно буквально и спрашивал какими вы видите украинцев какими вы видите украинских предпринимателей а поскольку мы фокусе креативных индустрий то я общался с людьми которые которые состоялись в первую очередь как игроки креативных индустрий владельцы бизнес это удивительная штука украинцы считают что они какие-то отдельные от европы европейского поля европейского рынка что есть некая пропасть которую нужно преодолеть поэтому украинцы обычно говорят мы выходим на европейский рынок мы будем входим в евросоюз то что там в будущем для этого нам нужно сделать тот или тот или тот поскольку общался в основном западной европы это на самом деле не так на самом деле украина и есть европа это большая часть европейской культуры очень много-много столетий и это отражено в музыке музыкальных произведениях в живописи в литературе конечно в поэзии разумеется в философии да и в многих естественных науках в современном мире еще и в технологиях то есть это все это все совместный труд большого большого числа европейцев я сейчас просто про и про европу поэтому никакого войти в европу быть не может потому что вы уже там и это скорее следствие ну такой знаете пост постсоветской истории когда хочется отчет отделиться сначала а потом куда-то войти но это мешает мыслить это не несколько сужает некие шоры на глазах поэтому если вы ощутите себя уже частью глобального мирового сообщества сейчас не предлагаю очень близкого нам по мышлению например западноевропейская сообщества вы поймете что вы часть большого большого европейского сознания то станет гораздо легче вы просто будете искать уже как как настроить международное партнерство потому что тот процент рынка который общий европейский от ста процентов которые занимаетесь сегодня вы вот эта цифра вас и должна волновать и может быть вы хотите увеличить присутствие на рынке но на с тех ста процентах которые называются рынком европы это нужно не после моих слов нужно действительно прожить осознать посчитать посмотреть заглянуть в цифры если интересно за этими цифрами можете обратиться ко мне например какую роль прямо сейчас в креативной экономике играют украинские компании украинские производители вот в этом сейчас мой фокус и большое исследование которое я уже проделал и которое буду продолжать дальше и фокус внимания на помощи в развитии мышления тех навыков которые нужны лидерам которые нужны топ командам которые нужны маркетологам которые нужны продуктовым дизайнерам я могу еще целый ряд профессий перечислить которые работают креативных креативных индустриях и способны просто делать деньги большие деньги способные за счет креативности которая присутствует у большинстве украинских компаний сильной креативности очень 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 здорово что что такое прослеживается в нашем окружении так вот благодаря креативности значительно улучшить качество продуктов качество созданного в мире прямо сейчас они в каком-то далеком будущем прямо сейчас и обвинение технологии искусства и объединение знаний естественных точных наук и гуманитарных наук возможно прямо сейчас и с вашей помощью завершу я на том что мы делаем несколько проектов о них можно говорить в отдельных сериях эта программа акселерации для креативных культурных индустрий в частности для производственных компаний для тех кто сейчас производит продукт здесь мы полезны тем что устраиваем коллаборацию силе команды то есть наш на который здесь очень важен здесь помогаем тем что мы предоставляем инфраструктуру у нас есть в активе 3000 квадратных метров это для днепровской области для остальных наше присутствие онлайн которое не менее полезно и есть инфраструктурные партнеры если хотите мы можем об этом поговорить тоже отдельно в общем программа акселерации в чем программа акселерации для тех кто играет на общем европейском рынке я здесь не разделяю внешний рынок европейский внутренний украинский может быть это вопрос только языковой но не более поэтому если вы производите добро пожаловать я прямо сейчас ищу резидентов для первого этапа акселерационной программы для себя так пометил что это 10 команд которым реально можем помочь мы когда я говорю мы это уже сейчас разбросанная сильно удаленная по миру команда команда собственников различных бизнесов те с кем мы уже много лет преподаем в открытом университете преподаем риск менеджмент проектный менеджмент продуктовый дизайн user experience дизайн еще ряд профессий а конечно философия и просто история философия практика конечно дизайн мышления конечно критическое мышление конечно мировая литература еще ряд дисциплин поэтому наше сообщество тех кто способен вам преподавать те кто способен вас менторить и по специальности и по гуманитарному знанию нас сейчас около 60 человек ну плюс приглашен мне спикеры я думаю что это около двух сотен так что велкам это акселерация и за ее рамками возможно отдельные менторские сессии второе очень важно я сейчас собираю тэдекс команду потому что я считаю что это якорная конференция якорная активность для креативных индустрий и вокруг тэдекс всегда образуются совершенно волшебные сообщества и спонсоров и партнеров и подрядчиков и конечно команды топ команды и конечно команды волонтеров так чтобы вы понимали там немаленькие команды вот тэдекс чтобы сделать один тэдекс ивент нужно около 60 человек в одной команде из них топ-тим заходит семеро остальные это партнеры и волонтеры причем каждому из них очень высокое очень высокие требования к экспертизе к скорости кремниевыделения но все равно тэдекс это хоть и независимые локальные ивенты которые проводятся по лицензии тэд и тэд фундэйшн это важная как core конференция для креативной индустрии поэтому добро пожаловать если хотите прямо сейчас взаимодействовать можно взаимодействовать вокруг вокруг тэдекс третье я сейчас изучаю общаясь фаб фундэйшн от MIT и мы очень классно пообщались недавно с фаблаб киев о том чтобы все таки в днепре в днепре не хватает появился фаблаб это нужно для прототипирования разумеется продуктового дизайна всего того что делает производственная компания начинать будем с малого не будем закупаться как рекомендует MIT хард закупить на полмиллиона долларов но тем не менее мне сейчас нужно финансовая кстати помощь если есть желание у спонсоров заходить в этот проект непосредственно добро пожаловать нужен первый спонсор локация есть резидентов мы уже набираем акселерационная программа скоро заработает этот вопрос финансов на закупку хард софт прилагается у меня есть доступ ко всему софту который устанавливается на эту технику техника базовая нужно я думаю что это порядка 20-30 тысяч долларов на первые первые самую технику простую по совету моих удивительных партнеров и менторов также мы не будем закупать просто по списку который рекомендует MIT мы будем закупать разумеется под тех резидентов которые в команду придут мне сейчас важно чтобы обозначили свою готовность да я готов мне это интересно я готов это в деньги вкладывать любая инвестиция это всегда риски поэтому с вами сядем посчитаем какие риски когда окупаемость и готовы ли вы получать прибыль после того как у команд выпускников акселератора резидентов появится возможность вам возвращать проценты на вложенный капитал то что система именно такая вы входите в долю к этим командам за отдельным за отдельных ситуациях это выходите в долю в бизнес инкубатор или фонд при бизнес инкубаторе а уже фонд целевым образом направляет средства а вы участвуете и вам выплачивают проценты именно фонд это отдельная история фонд не открывал поэтому приглашаю я приглашаю напрямую взаимодействовать с командными резидентами договориться с ними напрямую подписывать с ними контракты поднимать раунды они будут непосредственно с вами поэтому пол пол инвесторов хорошо но сейчас я говорю о первом и вложениях в карт я думаю что на этом я сейчас завершу потому что следующая серия обещает быть достаточно интересными да и я вышел в эфир после долгого умолчания потому что мне мой хороший друг сказал делай микродвижения делай какие-то микродвижения во первых не находиться во-первых находиться в состоянии потока и включать творчество вместо того чтобы находить состояние выживания нужно находить состояние творчества я так сильно ушел в работу внутреннюю с документами работа с цифрами что совершенно позабыл о том что диалог с вами не в личке вот так в публичном пространстве очень очень важен поэтому я желаю вам счастья позитивного мышления много много иронии к происходящему потому что нас точно ожидают очень интересные времена я в это время планирую быть с вами и планирую расти когда говорю я я имею ввиду наших системы наш проект этом делитесь своими новостями пишите мне в личные звоните я открыт работаем дальше пока